Приветствую! Владимир Березин продолжает творческую работу, которая приносит ему неплохой доход. Поэтому, когда дочь и ее супруг попросили помочь с покупкой заграничной недвижимости, ведущий согласился. Сейчас семья все вместе занимаются ремонтом в старинном замке. Знаменитый советский диктор в прошлом году стал обладателем элитной французской недвижимости, которая находится под Парижем. Владимир Березин вместе с дочерью и ее мужем купил старинный французский замок, который, по сообщениям СМИ, обошелся ему в 300 тысяч евро. Сам телеведущий признается, что уже подумывает о том, где он будет встречать старость и собирается нянчить внуков. Прожив свое детство в российской глубинке, он всегда стремился к комфорту и хорошей жизни. Поэтому, когда дочь, известный дизайнер-реставратор, пришла к нему с этой идеей и даже выделил деньги, это дом посередине поля, вокруг живут только четыре фермера, которые приезжают с тракторами и помогают, это люди земли. А я нашла свою землю там и ремонтирую его не только для себя, но и для мамы с папой, заявила дочь диктора. Юлия, которая занимается обычно реконструкцией мебели и антиквариата, говорит, что ей очень нравится ощущение, которое она испытывает, находясь в старинном замке 1444 года. В этом имении находятся восемь отдельно стоящих зданий. Кроме того, имеется собственное озеро, занимающее еще два гектара. Много лет назад это поместье принадлежало тогдашнему министру обороны, поэтому в замке есть герб, рыцарский зал, ангар для карет, сидроварня и конюшня, в которую Березины перевезли лошадей. Сейчас семейство много времени проводит в Париже, ведь им нужно закончить дорогостоящий ремонт, так как часть зданий находилась в руинах. Но это ничуть не смущает семейство Березина, которое с радостью занимается этими хлопотами. Телеведущий признавался, что в Европе сейчас цены резко упали, поэтому покупку поместья он считает выгодным вложением, которое со временем не только отобьется, но и принесет неплохой доход, ведь его дочь планирует открыть там мини-отель. Площадь главного дома составляет 950 квадратных метров. Ну а заниматься ремонтом Юлии помогают и местные фермеры. Субтитры создавал DimaTorzok